огромный привет я как видите только проснулся у меня все такие подпухшие глаза немножко простыл потому что здесь холодно вот вчера ветер сильный был и мы сейчас будем собирать коробки я уже самого утра как пчелка на новый почту поехал купил всем коробок скотч купил сейчас буду помогать там бабушка как правильно сказать это я уже тут второй день на украинском языке уже под забыл в общем сейчас будем вытаскивать вещи бабушки раскладывать в коробке потом поедем на новую почту все это отправим и если все будет хорошо то в среду уже будем отсюда уезжать такие вот коробки видите 20 килограмм 30 гривен одна коробка стоит вот такая папа уже их заматывает скотчем баба вытаскивает вещи уже видите сейчас будем все это слаживать уже ребята видите один ящик сделали вот я сложил все сейчас второй будем и то что вещи которые не надо от которой старые вот такие вот мешки от новой почты по 10 гривен там бабушка выбирает шкаф свой и будем выбрасывать и потом или отдадим там есть внизу возле дома есть каритас и можно будет отдать бедным людям у ребята сколько много всего у меня перерыв он уже все вот так вот вынос мозга у меня ужасно болит горло наверное даже есть температура я сейчас иду куплю себе таблетки куча мусора много коробок сколько еще надо выносить пойду куплю таблетки будем дальше собирать все очень много всего сходил в аптеку сейчас я вам как покажу сколько мы вынесли мусора это мешков 30 это все мусор остальные вещи мы отдали и бедным людям на каритас сейчас весь мусор стоит возле подъезда подъедет наш знакомый которого бус мы все это загрузим и отвезем на свалку 10 ящиков отправили на новую почту то есть хороших вещей там бабушкины вещи там наши старые альбомы кое-что мы заберем машин завтра осталось на кладбище и послезавтра мы выезжаем сейчас вам покажу мешки вы офигеете сколько мусора я сейчас выхожу с подъезда гляньте это все нам сейчас надо затарить в машину и отвезти кстати я вам хотел показать кто не знает сейчас я пока выйду потому что я жду пока подъедет друг вот прям здесь во дворе на ну на улице майдан шевченко 18 помните я вам в инстаграме делал фоточку и говорила моя подруга которая открыла ресторан вот так пока мы он называется шафран вот но потом в дальнейшем владелец вера ресторана вера ты не можешь сказать как он потом в дальнейшем будет называться потому что я не помню как бы как будет называться в дальнейшем дворик мастер-шеф ты хоть рукой помахай чи шо то мне там в инстаграме пишут мы лайки поставили ничего не подписали так ну там небагато тебе там все равно это мало то махни ручкой я вам пока кусочек сниму зала смотрите ресторанте della zanferano я не буду делать полностью обзор они пока на перерыве поэтому людей нету спиду туда к вере на балкон красиво сделано такой знаете как итальянский уголок вивар за феррану кафе экспресс такой знаете как маленькая улечка такая итальянская такие шторы сделанные диванчики такие красивые но пока видите сервировки нету потому что они сейчас на перерыве но мне вот нравится знаете вот это такая колонна шикарная от посредине круглая и вот эти такие черные типа фонариков которые ну они во первых идут на улицу конечно же ну тоже так сделали знаешь типа так вот классно да так ну не знаю понятно конечно же ручная ли это роспись гранцевый черный потолок вот кухня гардеробная но это второй этаж есть конечно же еще первый этаж уже первым не буду показывать как-нибудь потом покажу это кусочек маленькой венеции кто помнит мы были в венеции кстати достаточно хорошо сделано потому что гондольера кто знает которая стоит около 100 евро чтобы покататься на ней кошки такие сделанные маленькие классно так знаете подобрана со вкусом мне нравится такой маленький итальянский стиль тоже получается первый этаж ребята мы уже загрузили мешки на парень дорогу перехода кстати здесь пешеходы переходят дорогу очень медленно то есть если сравнивать у нас в днепре то у нас надо быстро дорогу переходить а то тебя собьют а здесь знаете все так помалу идут от видите все останавливается ну с другой стороны на что понятно все потому что очень маленький городок как бы до машин мало вот это же площадь которую я вам снимал центральный гастроном и кстати сегодня я хочу вам снять гостиницу вот видите как она называется господи я забыл смарахт вот я сегодня вам хочу на полу люкс вам снять я уже договорился где-то в часов восемь проведем с вами ревизию вот и мы едем женя куда мы едем это где-то а что ты в какую сторону едешь да это короче село возле города да и там есть свалка я никогда ну как бы не был на свалках ну понятие такое имею как бы потому что не при тоже есть свалки но у нас там надо платить деньги за то чтобы выкинуть а здесь же 20-30 ревень то есть ты получаешь получается ты платишь просто за то что ты заедешь да а свалку чисто самолично а свалку кто-то держит или это просто дому а у нас видишь у нас нет нас еще надо деньги заплатить чтобы вывести это зависит еще какой мусор ринь 300-400 надо еще заплатить за то что ты выбрасываешь а это что такое строят троценку а там что цыгане живут да у нас валки что там еще хорошие там там и халаты и шубы и пальта и что там только не надо а нас не побьют что мы видео снимаем а мы гроши надо ему готовить да что жение заезжаем на свалку каже надо быстро по дедушке готовить оооо сколько тут собак господин женя наш дом шефер там речи больше какие-то такие вот там много речей ну вдевать все ну там очень хорошо там очень добрые речи можете собрать Багато толкового, чтобы далеко я в то, где же дурно не вез. Добрый, добрый, чтобы я к пса не задавил. Что-то он так посмотрел, что я снимаю, да? Да, да. Сейчас же нас тут убьют. Да, я думаю, что он может, знаешь, нашу проблему. Что нас Женя с тобой убьют тут на свалке. Я не то и подожду. О, Боже, какая свалка, гля. А ворон сколько? А нам далеко надо заезжать, Женя? Мы можем же тут сбоку выиграть. Такое, на Лебяжем пуху. Что вы не понимаете? Ну, типа, это, как я... Ну, короче, лебеди, понял? Лебеди, у них пи речка, да. Это называется на Лебяжем пуху. Там есть этот даже, Оренбургский пуховый платок. Баба выкинула. Вот. Кошик на паху. Нормальный. Так, Женя, тебе кошика не надо? Нет, спасибо. О, сейчас, чекай, мужчине надо сумку. Сумка. О, смотрите, чухол этот классный. Так. Да. Короче, вы поройтесь, посмотрите. Тут много чего хорошего есть, такого, что можно забрать. Бо, жалко. Потому что... Вот тут. А, тут он, знаете, вот это классное село. О, ци кольошики, я не знаю размер. Нет. Нет. 29-й. В основном 42-й, так? Да. Так. Первый. О, это треба дивиться, потому что мы так напхали. Так, треба дивиться. Так, это поливоковый. Пылесосом надо разобраться, хороший. Это змеючка хорошая. Коля, ну трошки, чтобы я на тебе не... Женя, разсипал немного эти болты. Саморезы. О, цей халат хороший, дивиться. Тоже такий. Что же вам таке показать? О, ремень, вам не треба ремень з бряшкою, з мухою? Да, есть еще. Сорочки новые. А, Санисто, стойте. Это там были такие... Десь были сорочки, а вот. Сорочки, саджи. Это не такое, знаете, что десь лежало. Это в хачке все лежало. Фух, машина поехала. Все, поехали. Все, подякували. Качалка, скалка. Все, мы уже все выгрузили быстренько по берегу. А это... Свалку, может, в дыркале еще снять. А, да. Вот это же, понимаете, это неофициальная съемка. То нас тут еще побьют. Ну да, это уже, знаешь, идти туда же не риться в свалку как-то. Да, нам задний бокал, это... Да, ну... А, да, видно. А это он тут сидит, наверное, да, в бутце? Собачки тут. А я думал, деньги надо здесь платить. Мог дать, мог не дать, как себе. Но мы ему дали вещами, Женя. Да, я же только говорю, но он еще бы нам данного заплатил. Конечно. Может, вернемся? Да, может. А гроши? Ну давай поедем на минуту, подивимся. Я, честно, там только один раз был. Тут есть замок, да, у нас. Женя говорит, его реставрировали. Трошки. Пнивский замок. О, это уже... Что с него осталось? А вот там дома. Это Пнив, да, Женя? Ну я даже не знаю, честно говоря, честно говоря. Пнивский замок, знаешь, не понятно, что Пнив. А то, что там закрыто. Может, на машинах нанизывай, дай, дай. А ты знаешь хоть историю этого замка? Я тоже не знаю. Я знаю, что раньше здесь на машинах ездили, катались на мотоциклах. О, вот детвора ездили. О, вот детвора ездили. Нельзя? Так пойди возьми. Раньше здесь, наверное, была какая-то история. Я, честно, не знаю, ребята, не смейтесь, потому что я ныжурупаю в этой истории. Я не знаю, кто здесь раньше был. Вот это то, что видите, что осталось. А это, я так понял, такие остатки роскоши. Вот эти камни, это уже, наверное, реставрация. Вот это, Женя, вот эти камни наверху, это, скорее всего, уже реставрация, да? Это все спойлерами дрежняются. А, я тоже так думаю. А этот желтый? Это тоже реставрованный, просто не... То есть оригинал вот это, наверное, да? А вот это уже получается реставрация тоже. А кто это делает? Местные власти или просто люди? Нет, я думаю, что местным все не до чего. Красиво. То может тут будет кто-то сидеть для балки деревянной? Кстати, это очень хорошие балки такие. Толстые, хорошие. Арматуру. Может кто-то жить, может это Женя? Слушай, Женя, может это цыгану себе не здорово, блядь? Хочу, что я бы сам был тут вовсе. Ну, в принципе, он и не слишком высок такой. Высоты такой сильны нет. Высший, да? С той стороны. Да, это вот видите так вот. Город. Дорога. А вот у нас в Днепре, видишь, здесь сено вот так, а у нас вот такие круглые штуки заворачивает. Сено не видел? Можем? Да, да, да. Похоже, нет. Ну, это вручную видно, люди делали. Влада тут была.